Все знают, что курение существовало у американских индейцев примерно 2000 лет, и в Европу табак был привезен моряками Колумба. Но мало кому приходит в голову, что вообще-то регулярного курения в Европе до недавнего времени было очень-очень мало. Почему? Во-первых, был крепкий табак, трубка. Курильщики знают, на самом-то деле, при курении трубки, как правило, при курении крепкого табака нет эффективной ингаляции, как следствие, нет эффективной доставки никотина и нет зависимости. Ну, во-вторых, на самом-то деле, сами бытовые условия вообще-то не позволяли большинству людей становиться заядлыми курильщиками. На самом-то деле, достаточно анекдотичный, в общем-то, пропущен слайд, почему-то презентация. На самом-то деле, достаточно необычные вещи случились, почему курение стало распространенным. Дело в том, что эффективный способ доставки табака, сигареты, где срезаются только кончики листьев табака, этот табак не такой крепкий, они появились где-то, можно было сказать, изобретены где-то сразу после французской революции. Но создание сигарет было очень неэффективным. Сигареты скатывали вручную. Вот, посмотрите, на самом-то деле, вот эта фабрика, это фотография середины 19 века, когда женщины производят сигареты вручную. Одна женщина могла произвести примерно 200 сигарет в день. Соответственно, естественно, табачные изделия были очень… Слушайте, что у нас с презентером? Ничего не работает. Да, соответственно, производство сигарет было очень неэффективным, 200 сигарет в день. Ну и на самом-то деле, когда мы говорим о появлении курения, то здесь способствовало два фактора. Во-первых, в 80-х годах 19 века, то есть относительно недавно, был сознательно создан аппарат для автоматического производства сигарет. Соответственно, когда этот аппарат был создан, женщина производила 200 сигарет, а аппарат производил 100 тысяч сигарет в день. Его никто не хотел покупать. Исходили из того, что столько сигарет продать невозможно. Ну и еще один нюанс. Безопасные спички появились в середине только 19 века, а нет постоянного доступа к огня, соответственно, нет доступа к заядлому курению. Вот и получилось, что вообще технические возможности для заядлого курения появились только в конце 19 века. Это аппарат для производства сигарет и это спички. Ну, соответственно, вообще рак легкого считался редчайшим заболеванием еще на конец 19 века. В мире описано было примерно 140 случаев рака легкого и самая крупная клиника Европы – Шарите. Если видели пациента с раком легкого, то собирали на демонстрацию всю клинику. Исходили из того, что если врач увидит пациента с раком легкого, то, в общем, он никогда больше такого пациента не увидит. Ну, на самом-то деле колоссальный здесь негативный вклад внесла Первая мировая война. Что бы ни говорили, никотин – прекрасный адаптоген. Покажите мне другой фармацевтическую субстанцию, которая одновременно успокаивает и при этом увеличивает концентрацию внимания. Невозможно. Здесь разнонаправленное действие на самом-то деле. И с учетом того, что никотин является прекрасным адаптогенным, военные начальники очень быстро поняли, что на самом-то деле именно табачные изделия позволяют скрасить тяготы в военной жизни. И во всех участвующих армиях Первой мировой войны именно сигареты вошли в рацион солдат. Это означает бесплатный доступ. Но при этом, когда в 20-х годах врачи на уровне индивидуальных наблюдений стали отмечать увеличение роста заболеваемости раком легкого, в голову не могло прийти, что это курение. Дело в том, что в то время не было представлений о том, что между воздействием канцерогена и заболеванием есть временной промежуток. Все медики работали по принципу причинно-следствия моментальные, на самом-то деле, и как по типу инфекции. И получается, что, в общем-то, когда стали немецкие врачи отмечать увеличение заболеваемости раком легкого, сваливали на то, что появились рентгеновские лучи, рентгенография, сваливали на то, что была эпидемия испанки на грипп. Все, что угодно, кроме курения, подозревалось. Первые эпидемиологические исследования по курению, которые показали, что, да, действительно, курение является причиной раком легкого, появились в нацистской Германии, но это были 30-е годы, в то время вся оставшаяся цивилизованная часть мира напрочь отрицала все, что делается в нацистской Германии, соответственно, были сознательно проигнорированы эти работы. Потом произошла Вторая мировая война, и, разумеется, было не до эпидемиологии, так или иначе, убедительные работы, которые показали, что курение является фактически основной и почти единственной причиной рака легкого, появились снова только в середине 50-х годов. И, как следствие, в начале 60-х годов Министерство здравоохранения США, Великобритании, объявило о том, что курение является основной причиной рака легкого, и, как следствие, в общем-то, призвало общество прекратить курить. Но посмотрите статистику. Если мы говорим о 60-е годы, 78% американского населения были курильщиками, когда было объявлено, что курение действительно вызывает рак легкого, то к 81-му году количество курильщиков сократилось больше, чем в три раза, 25,4%. А за следующие 10 лет продолжался спад, но только на 0,3%. И только совсем драконовские меры, когда курильщиков изгнали из всех общественных мест, когда сделали очень большие усилия, чтобы драматически увеличить стоимость табачных изделий, пошел дальнейший спад. Что это означает? Огромное количество курильщиков не являются в полной степени зависимыми. И если они информированы, если они понимают, что курение является вредной привычкой, они могут с ней справиться. Но при этом существует какая-то пропорция людей, у которых есть склонность к курению. Это показывает и на самом-то деле генетики, потому что если мы говорим про, например, близнецовые исследования, когда сравнивают близнецов, которые живут вместе и которые были разлучены, или когда сравнивают идентичных близнецов однояйцевых и тех близнецов, которые просто родились одновременно, разнояйцевых, то достаточно точные генетические исследования показывают, что примерно 60-70% склонности к курению связано так или иначе с генетическими факторами. Что это за факторы? Ну, посмотрите на фотографии. Это люди различаются по цвету кожи, и если вы не являетесь расистами, то вы, несомненно, скажете, что это разновидность нормы, нормальная вариация. На самом-то деле каждый ген у нас в популяции человеческой, как правило, представлен одним-двумя вариантами. Что это означает? Есть вариабельная позиция, например, вариабельная аминокислота. У одного человека одна аминокислота, у другого другая аминокислота. Вот эти вариации, будучи разновидностью нормы, влияют в том числе и на склонность к заболеваниям. Какие здесь есть механистические компоненты? Ну, посмотрите, первая позиция. Вот у нас никотин – это то вещество, которое является биологически активным. Это адаптоген, который вызывает привыкание, ну и вызывает, в общем-то, приятные ощущения, поэтому курильщики являются зависимыми. А метаболизируется он в котинин. Котинин – это метаболит никотина, он неактивный. Что получается? Если у вас эти ферменты унаследованы таким образом, что они неактивны, то курильщику для того, чтобы поддерживать высокую концентрацию никотина, достаточно небольшое потребление табачных изделий. Соответственно, наоборот, если эти ферменты активны, то все плохо, потому что надо постоянно поддерживать действующую концентрацию никотина. Это нормальные вариации, но так или иначе есть попытки, допустим, интервенции, в частности, для попытки побочь курильщикам бросить курить. Одно время пытались использовать псоролен. А псоролен – это препарат, который угнетает активность этих ферментов. Другой слайд. И он, пожалуй, на емке самый важный. Вот посмотрите, у вас никотин. Как действует никотин? Никотин действует таким образом, что он связывается с рецептором никотиновым, и это приводит к выбросу допамина. Получается, что у вас допамин – именно то вещество, которое вызывает чувство вознаграждения, приятное чувство в процессе курения, потребления никотина. От этих рецепторов очень много что зависит. В частности, очень многое зависит от активности никотинового рецептора, а эта активность у различных людей различается. И очень многое зависит от активности допаминовых рецепторов, Потому что те люди, у которых нормальная активность в допаминовых рецепторах, они без всяких стимуляторов имеют нормальное настроение. У них нормально функционирует мозг, и они более или менее адекватно реагируют на обстоятельства. Примерно четверть людей имеют недостаточность этих рецепторов. Что получается? Им нужен стимулятор, чтобы находиться в нормальном состоянии, в нормальном настроении. Им необходима какая-то стимуляция, если они знают, как ее достигать. Это может быть никотин, это могут быть наркотики, это может быть избыточное питание. Все это приводит к синтезу допамина и к активации системы вознаграждения. Ну, посмотрите, наши собственные работы. На самом-то деле мы одни из немногих, кто, по крайней мере, разделили категории некурящих. Дело в том, что согласитесь, стоит позиция здравого смысла. Ну, в условиях того общества, в котором мы живем. Это разные люди. Те, которые вообще никогда не пробовали курить, ну, по каким-то соображениям. И те, которые попробовали курить, но курильщиками не стали. Вот это все группы, они, как правило, объединяются некурящими, но мы как раз их разделили. Что касается курильщиков, то там тоже достаточно простая логика. Есть люди, которые продолжают курить, и они знают, что это плохо. По статистике 76% курильщиков хотят бросить курить, и 46% пытаются это сделать ежегодно. И, соответственно, есть люди, которые бросившие курить. Все-таки это немножко разные категории людей. В том числе, конечно, социальные факторы. Нельзя все сводить к генетике. То есть абсолютно неправильно все сводить к генетике. Но когда вы сравниваете большие группы, что-то в этом есть. И вот посмотрите, это довольно большое исследование, потому что вот мы брали гены, так называемые, кандидаты, которые участвуют в метаболизме никотина. И посмотрите, ну, во-первых, у нас на самом-то деле разные полиморфизмы отличаются за разные группы. Вот у нас никогда не пробовавшие курить люди, у которых термин называется «нет стремления искать новизну», novelty seeking, но нет стремления искать что-то нового. У них свой генотип, у них целый ряд регуляторов допаминового обмена представлены своеобразными вариантами. А вот у нас люди, которые не курящие против курящих или куривших, и вот у нас курящие против бросивших курить. Посмотрите, это все немножко разные различия. Но так или иначе, что существует? Показатели ПИД. Но так или иначе, что принципиально? На каждый из этих показателей реагировать сложно, потому что порог достоверности, статистики знают, это вещь достаточно лукавая. Но что принципиально? Собирательно? Собирательно. Мы можем очень уверенно сказать, что никогда не пробовавшие курить отличаются от всех остальных по своему генотипу. Это собирательный анализ всех полиморфизмов. Что некурящие отличаются от курящих и бросивших, и курящие в меньшей степени отличаются от бросивших курить. Вот здесь как раз у нас по совокупности достоверных различий мы не обнаружили. Но надо понимать, что это группы маленькие, это просто такое исследование, чтобы показать тенденции. Ну и, в общем, если мы говорим про проблему курения, несомненно, несомненно, курение – это сознательный выбор. Несомненно, курение представляет один из самых вредных привычек, которые сегодня есть в цивилизации. Но так или иначе надо понимать, что многие курильщики действительно нуждаются в медицинской помощи. По-видимому, в какой-то степени определенные категории некурящих тоже. Потому что, если мы говорим, что у нас какая-то недостаточность функционирования центральной нервной системы предрасполагает курению, я не исключаю, что эти вещи могут нуждаться в какой-то мягкой медицинской адаптации. Ну и, если мы заключение, все-таки, с учетом того, что курение – это не просто привычка, а вещь, связанная с физиологическими особенностями человека, в том числе и врожденными, надо понимать, что многим людям, которые курят, трудно просто их ругать. Надо медицинские вспомогательные меры, ну, в том числе никотинозаместительная терапия. Большую дискуссию вызывают альтернативные способы доставки никотина. Но, по-видимому, действительно, альтернативные доставки никотина в краткосрочном плане менее вредны, чем курение крепкого табака. Долгосрочные последствия сложно предсказать, потому что здесь нужен период наблюдения, и тот скептицизм, который есть, он, несомненно, имеет свои основания. Надо еще все-таки понимать, что курение из тех привычек, которые есть, если мы говорим про людей с недостаточностью каких-то компонентов центральной нервной системы, ужасная привычка, но, по крайней мере, от курильщиков нет социального вреда или почти нет. Сравните с наркоманом, у которого такие же механизмы предрасположенности. Ну и тут есть определенные параллели с ожирением, потому что, на самом-то деле, если сегодня, в общем-то, я считаю, что пик борьбы с курением успешно пройден, то есть сейчас все-таки в цивилизованных странах меньше половины людей курят, то есть Рубикон перейден. Но сейчас такая же проблема с избыточным весом, потому что это, в общем-то, у многих людей абсолютно те же механизмы, и это бич современной цивилизации, которая живет при достатке продуктов питания, когда огромное количество людей среднего возраста имеют избыточный вес. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Наумович, за интересное сообщение. А вот скажите, пожалуйста, вот эта группа, которые никогда не хотят начинать курить, вот как она в разных странах, в разных цивилизациях, она, видимо, отличается своим размером, эта группа, как вы думаете? Да нет, это как раз и вот наша новизна была на самом-то деле, потому что я одно время очень увлекался этими работами. Ну, честно сказать, это слайды, они немножко, как сказать, они там 5-7-8 летней давности. И мне казалось странно, что когда мы берем некурящих людей, смешивать их в одну группу, потому что, как мне представляется, это действительно очень разнородная публика. И в социальном плане, несомненно, разнородная. То есть тоже надо понимать уровень образования, чем человек занимается, но и в плане генетики тоже. В отношении курильщиков почему-то никогда такие исследования не делались. Но вот то, что это врожденная особенность, в том числе и генетики, когда человека не интересует ничего нового, в том числе и вредные привычки, ну, это, в общем-то, как сказать, известный такой фенотип, это известное явление не в связи с курением, а в принципе. И второй момент. Да, люди пользуются часто, значит, пластырем никотиновым и так далее. А вот я слышал, и, в общем, это известно, есть препарат, который называется Чампикс, и который, так сказать, ну, он относится, по-моему, к стимуляторам никотиновых рецепторов от стилхонина. Да, да, да. Но у него есть побочная сторона, там растут какие-то суицидальные попытки и так далее. То есть я хотел вас спросить, может быть, вы этим интересуетесь тоже, помимо никотина, никотиновых пластырей, ничего другого будет? Нет, в принципе, там есть никотин, заместительная терапия, это не обязательно пластыри, это разные способы доставки так или иначе, допамин и меметиков, ингаляторы, допамин и меметиков. Но всё на самом никотине базируется? Да, всё базируется на самом никотине, на допамине, скажем так, на допамин и меметиках. То есть все базируется на веществах, которые вызывают выброс допамина. Но здесь все-таки у нас же эта проблема снижения количества курильщиков и снижения последствий, она все-таки политизирована. Поэтому, допустим, если брать анализ последствий борьбы с курением, то есть негативных эффектов для здоровья у тех, кто бросил курить, то, что лучше бросить курить, чем продолжать, несомненно. Но вот такой предметный анализ последствий этим мало занимаются на самом-то деле. Это, в общем-то, вещь, которая игнорируется немножко. Уважаемые коллеги, я хочу просто подчеркнуть, если вы запомнили последний слайд, у нас фактически одинаковые заключения, что надо подключать лечение больных. И вот насчет вопроса безопасной, так сказать, никотинозаместительной препараты. Ну, безопасного, наверное, в жизни ничего нет, но все-таки надо рассматривать сейчас, так же, как Наумович нам предложил, электронные системы доставки никотина. Совершенно очевидно, в них практически нет канцерогенных веществ, практически нет, потому что их не должно быть там по определению, потому что канцерогенные вещества производятся в результате пиролиза, а там пиролиза нет вообще. Совершенно верно. Пиролиза нет. И, во-первых, надо их изучать, а во-вторых, надо думать о том, что, так сказать, они, на мой взгляд, совершенно очевидно, безопаснее курение. Меньшее зло. Меньшее зло. Не безопасное, но меньшее зло. Кстати, к такому заключению пришли в Британии, в Великобритании, в других странах, наверное, еще другое мнение, у ВОЗа другое мнение, ВОЗ категорически против них. Но этот вопрос нуждается в изучении. Так что, в общем, так сказать, очень интересно. Абсолютно с вами согласен. Спасибо. Спасибо.